Так, категорически приветствую всех, товарищи. Рад всех слышать, видеть. Нет, видеть не всех рад. Это взаимно. К счастью, я никого не вижу, я просто смотрю вперед, перед собой. Правильно. Короче говоря, доброе утро, это с приветом на обоих сегодня у нас пятница, предпоследняя рабочая неделя. Да, друзья, мы завтра работаем в полном объеме, как в обычный рабочий день. В полноге мы завтра работаем, как и вся страна. Нет, ну это нормально, я имею в виду, что все программы будут, но мы, конечно, с вами, как говорят мои младшие братья, повафлим немножечко в эфире. Это правда, да. Этим мы, собственно говоря, и занимаемся в остальные дни, эфирные дни, тут разница-то небольшая. Короче говоря, значит, сегодня у нас пятница, почему я об этом вспомнил, потому что сегодня через 55 минут в нашей студии появится солнце утреннего эфира «Серебряного дождя», главный герой проекта с приветом на обоих, которого зовут Николай Икальевич Сванидзе, и мы с ним обсудим главные общественно-политические события недели. Я знаю некоторые слушатели, в том числе даже из Бостона мне вчера писали, из вражеского Бостона, что мы вас обожаем слушать, и особенно в пятницу, когда в студии Николай Икальевич Сванидзе, он сегодня будет лично. Специально для Бостона. Ну и, собственно, мы с ним обсудим весь жир, какой есть, и весь абсурд, и в том числе новый статус господина Навального. Склонны к победе, начали сегодня писать наши слушатели. Да, друзья, я напоминаю, что на YouTube-канале «Серебряного дождя» идет видеотрансляция из нашей студии, и вы также там можете оставлять свои комментарии. Мы неплохо сегодня выглядели. Это вопреки. Что-то опять происходит с давлением, просто у меня глаза не открываются. Ты знаешь, это на самом деле, вот я чувствую, такой у меня... А может, это годы давит ей? Бодрое. У меня вот у меня бодрое настроение сегодня, да. Дело в том, что я накануне поделюсь с вами такой новостью из личной жизни. Я накануне совершил, ну, уже окончательный камин-аут в плане того, что полностью перешел на Android. У меня сломался старый Mac. Наконец. И я понял, что, глядя на цены в магазинах, я понял, что мы... Что тут Android? Ну, не Android, это я по привычке на винду в данном случае. А, ну да. Да, я телефонной классификацией пользуюсь, да, 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 да. Теперь, видите, как многие из нас, как и я, будут мучиться с десятой винду. Я, извините, я могу сказать, я затрахался так вчера, потому что у меня пропадает... Ничего-ничего, к этому привыкаешь. Нормально, да? Да, да, но не жди, что это скоро произойдет. Потому что ломка... То есть сам гаджет... У меня ровно такой же дружочек, какой ты приобрел себе вчера. Серьезно? Да. У тебя ZenBook Asus? Да. Это не реклама ради и так далее по поводу самого железа машины. Нет никаких вопросов здесь, так сказать, все как бы, все на уровне абсолютно. Но переход с Mac'а, конечно, тебе, да. А то и круче, и дешевле, но Windows это просто какое-то во всех смыслах. Это издевательство на человечество меня согласится. По качеству работы, количеству багов, я уж не проверю. Это просто какой-то кошмар. Притом, что я привык к Винде на наших рабочих компьютерах здесь вот, в студии. То есть как бы опыт какой-то есть постоянного использования уже годы. Но это, конечно, просто... Короче, если у Вити будет дергаться глаз, это я предупреждаю, да. О, блин, он дергается, кстати, обратите внимание. Тех, кто нас смотрит в YouTube, не обращайте внимания. Это ломка после Mac'а. Ну да. То есть на ней уже что-то не работает, ты понимаешь? Вчера пропала заставка, это какая-то фоновый рисунок рабочего стола. Я что, куда делась? Так, не понимаю. Ну там, я уж понимаю, куда галки-то надо тыкать там. Понимаешь, я и так, и сяк. И потратил, три часа я потратил, читая, что может быть, выяснилось. Переустанавливайте Windows. Единственное спло запряжение. Нет, то есть все работает, но фон... Ну, короче говоря, в общем, всякая... Так, смотри, на самом деле главные новости. Мне и... да. Владимир из Ярославля просто тебе написал. Смотрел вчера при Марсении в прямом эфире. Невероятное ощущение 30 напряженно всматривающихся в мониторы человек в мгновение превращаются в ликующую от радости компанию после сообщения об успешной посадке. Виктор, спасибо, что вы вчера рассказали о возможности наблюдать за этим. Слушайте, я, честно говоря, значит... Кстати говоря, компьютеры в НАСА работают на Windows. Кто? Я вчера даже специально обратил на это внимание. Нет, они на Linux должны работать, да? Кстати, не самая плохая операционная. Бесплатная и открытая. Суть не в этом. Значит, я должен, честно сказать, вчера в 10 вечера по Москве началась трансляция на сайте НАСА, ну и на некоторых других ретранслирующих ресурсах. А сама посадка, по-моему, в 23.50. Я должен честно сказать, что я до нее не дожил. Да, я где-то уснул по дороге. И по этому поводу я проснулся сегодня на полчаса раньше и посмотрел все, ну как бы самый сок с утра. Однако, на самом деле, в чем как бы вот кайф, что SpaceX-овских, что NASA-овских трансляций, в отличие от того, что делает, например, Роскосмос, ну, во-первых, у Роскосмоса все примерно одно и то же каждый раз. Ну, либо спутник, либо прогресс запускается, либо наш союз. Вот, но картинка практически друг от друга не отличается. Илон Марс, пишут наши слушатели. Вот, но это не Маск. Маск поздравил сегодня NASA. У Маска своя марсианская программа. Это насовская. Это насовская именно, да. Отдельная совершенно история. И между ними довольно жесткая конкуренция. Это, так сказать, это политика, которую NASA после закрытия программы Shuttle, откуда Маск, собственно, и возник. Когда было принято решение закрывать Shuttle, он слетал, по-моему, это 2011 год был. В этот же год было объявлено, по-моему, Бернстайн, так зовут главу NASA, и он уже тогда им был. Как раз он заявил, что надо отдавать приоритет в космосе более эффективным частным компаниям. И тогда и появился конкурс на создание пилотируемого корабля для, в данном случае, для многоразового корабля, для доставки людей на МКС. И в нем участвовало несколько компаний, и мы знаем, что в финал, в итоге, и получили основное финансирование государственное, вышел как раз Маск, и вышел, у которого уже тогда, в 13-м году подводился, или в 12-м году за год они подвели итог, там было несколько этапов отбора. И тогда у Маска уже было понятно, что у него появляется возвращаемая ракета. Значит, и он вырвался вперед вместе с компанией Boeing, у которой своя космическая программа, там серьезный научный задел. Кстати, Маск получил 2,5 миллиарда долларов от NASA, а Boeing получил 4,2. Но в итоге Boeing, как тоже гигантская и не такая эффективная, как маленькие 8000 сотрудников всего SpaceX, Boeing в итоге, получив больше денег, до сих пор свой корабль, ну, полноценно, даже в беспилотном режиме он на МКС не слетал. Мы помним, что год назад был некорректный, скажем так, полет. Смотри, про какие-то очень странные вещи пишут наши слушатели, мне просто интересно, неужели это так? Володя из Москвы прислал такое сообщение, а можете прокомментировать, почему вчера в программе «Время», а есть такая информационная программа, пишет Владимир, вообще ничего не сказали про примарсение. Это Рогозин запретил? Или просто не знали? А вы во сколько смотрели? Ну, это 9 вечера. В 9 вечера. Ну, а зачем? Нет, ну, а как анонс? Ну, а зачем? Это большое событие для человечества. Да, конечно. Ну, зачем? Это же, ну, просто... Ну, то есть уже до такого дошли? Ну, естественно, конечно. Обалдеть. Конечно. Я думаю, что сегодня отделаются короткой информационной заметкой, я не знаю, там, в 30 секунд ведущая зачитает какое-нибудь формальное поздравнение от Роскосмоса. Да, Володя подтверждает, вчера в 9 вечера. Да, 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 ну, понятное дело. О чем ты говоришь? О чем ты говоришь? Ну, это уж как... Это же разрушает всю концепцию имперскости и космические первенства в космосе. Потому что про Гагарина уже все постепенно забывают. Это как бы, да, это исторический факт, но, тем не менее, мир не стоит на месте. Это не вызывает такого подъема. А это сверхпроект сегодняшнего дня. Причем он действительно... Для тех, кто не очень за космосом следит, надо понимать, я дайте коротко сказать, что сейчас вообще уникальный, год уникален, потому что сразу три, я вчера об этом вскользь упоминал, сразу три аппарата прилетело к Марсу, которые были запущены 7 месяцев назад. Вот в окошко, двухнедельное окошко максимального сближения с Марсом. Это зонд Арабских Эмиратов. Вы представите себе? Арабские Эмираты смогли... Практически полностью созданы местными специалистами, кстати говоря, в сотрудничестве с американцами. Но, тем не менее, основные работы делали местные их ученые. Значит, это «Надежда», по-моему, он называется. Значит, это зонд для исследования атмосферы марсианской. Тем не менее, это аппарат, который они сделали для дальнего космоса. Я спешу напомнить, ребята, что Россия за последние 30 лет своего существования не смогла запустить ни одного успешного запуска аппарата для дальнего космоса. Ты, кстати говоря, был прав по поводу того, что это будет, что называется, начитка одной строкой. Наши слушатели, которые утром истязают себя, включая телевизор, пишут, да, сегодня в новостях утром сообщили, но очень сухо. Ну, естественно. Значит, что я хотел сказать. Так вот, арабский зонд. Мы ни одного, кроме спутников связи военных и зондирования Земли, у нас ни одного успешного запуска не было. Последняя, это как раз последняя большая катастрофа. Они обе связаны с Марсом. Ну, в 2011 году, я напомню, фобос-грунт, наша экспедиция, из-за... все это слили на какие-то высокоэнергетические космические лучи, что они, значит, повредили электронику. Пуск был самым успешным. Аппарат был выведен на околоземную орбиту. Но дальше орбита сбилась, и он не смог улететь к Марсу. Понимаешь? Его пришлось затопить просто всю нашу, эту станцию. Вот. Значит... Наши слушатели, кстати говоря, отмечают, что вот про аппарат космический от Объединенных Арабских Эмиратов. Да. Там же вообще удивительная история. Особенно для вот как бы такой страны. Мы привыкли к патриархальной и прочее, и прочее. 80% людей, которые работали... Женщины. Да, над этим аппаратом. Это именно женщины. Это потрясающе, конечно. Ага. Видеть, как меняются вокруг вообще жизнь, мир, восприятие. Значит, ну, с Эмиратами понятно. Это крутейший, крутейший совершенно успех. Более того, а летели они на японской ракете. Запускались. Значит, а что любопытного? Следующие прилетели туда китайцы где-то неделю назад. Я напоминаю, у них уже серьезнейшая марсианская программа. По-настоящему серьезная. Значит, с посадкой ровера своего. И они сейчас за полтора месяца будут выбирать место, где они будут садиться. По всей видимости, примерно в двух с половиной тысячах километрах они сядут от того места, где сегодня Perseverance приземлился. Примарсился. Но тем примарсился. Сори, примарсился. Разумно. Но тем не менее, потому что, ну, надо понимать, это сложнейшая технологическая задача. Не просто вывести, не просто долететь, не просто приземлиться в условиях отсутствующей атмосферы, фактически, да, меньше одного процента от земной. В три раза меньше гравитация. Совершенно, ну, там масса технологических сложностей. Что еще? Проблема в задержке сигнала. Вот, наконец, американцы накануне садились, вся посадка занималась семь минут. На Земле обычно это восемь с половиной минут, я напоминаю. А на Марсе чуть быстрее, семь минут. Вот. А задержка сигнала одиннадцать минут. А, вот это да. Да, поэтому в этом прикол в том, что... То есть, никакого контроля... Обалдеть. ...и внести корректировки в процесс посадки, мало ли что-то вручную выпустить, там, парашют, например, невозможно. Потому что сигнал задерживается, ты не контролируешь... То есть, это исключительно все в автоматическом режиме. Полностью автоматическая история. Более того, что... В чем фишка-то? А у американцев же есть ровер Curiosity, который супер успешно работает последние несколько лет. По-моему, в четырнадцатом году он туда был запущен. Здоровый уже ровер с этой рукой, там, который ездит, присылает фотки, панорамы, там, и так далее. Так вот. То есть, у них уже есть технология посадки настолько мощного, большого аппарата. Всего у них пять аппаратов сейчас на марсианской поверхности. Так вот, в чем прикол? В том, что Perseverance, это действительно пятый марсоход американского космического агентства, он, во-первых, самый тяжелый, чуть больше тонны он весит, 1025 килограммов. Значит, в нем прикол заключается в том, что он в процессе посадки автоматически сам выбирал, место, куда он сядет. То есть, это была не какая-то заранее установленная точка с земли просчитанная. Это была не история, как у китайцев, которые будут полтора месяца летать и выберут в процессе точное место, куда они приземлятся. А здесь была посадка с, как бы, с хода. То есть, они подлетели и сразу сели. У них не было никаких там облетов Марса. Вы представляете себе? Нет, я не представляю себе. Значит, обладая огромным количеством специальных навигационных приборов, камер, искусственным интеллектом, который анализировал, имея возможность совершать контролируемую посадку, то есть, у них были двигатели подруливания, там все на свете, он выбирал место наиболее удобное, потому что он садился вот этот кратер, как он, Зеру, по-моему, называется, как деревушка на Балканах. Значит, что это очень каменистая, очень сложным рельефом местность, и там довольно сложная посадка, но зато это русло реки высохшее, то есть, потенциально там можно было найти следы воды, или они собираются найти следы воды, там какие-то особые грунты, возможно, следы каких-то микроорганизмов, которые существовали там, а, возможно, и существуют сейчас. Короче говоря, в общем, сесть туда было сложно, поэтому он сам выбирал место, сам подруливался, полностью все как бы делал в автоматическом режиме. Что еще у него, у этого самого перзерверанца? Бур для отбора, проб, значит, роботизированная рука, я уже говорил, как и на Curiosity, видеокамеры, инструменты для химического и минералогического анализа, рентгеновский спектрометр, степловизор, мультрафиолетовый спектрометр для обнаружения органических веществ, 23 камеры, 2 микрофона для записи марианских звуков, установка для получения кислорода из углекислого газа, кстати говоря, это к вопросу о пилотируемых миссиях на Марс. У них специальная установка, они ее будут тестировать, можно ли получать из марсианской атмосферы кислород для будущих колоний марсианских. Ну и, соответственно, самый top of the top, я уже рассказывал, это Ingenuity, это их первый марсианский дрон. А как вы понимаете, когда у тебя меньше 1% от земной атмосферы, сделать летательный аппарат, задача, мягко скажем, нетривиальная. Вот, в общем, короче говоря, вот такой сложнейший аппарат. Сегодня вечером NASA обещала выложить полностью смонтированную, уже снятую камерами Perseverance, кино по поводу того, как он садился вот с этих, с части вот этих камер, которые работали во время посадки, представляешь себе? У вас будет полный видеоролик. В чем еще прикол? Ребята, извините, ну просто я, ну это настолько удивительно за этим всем наблюдать, это такие сложные технологические и такие перспективные задачи, что просто у меня башку разрывает. В чем там прикол? Ты представляешь себе, как существовала посадка? Ну... То есть сначала прилетел корабль, выплюнул, значит, вот этот вот модуль вместе с марсоходом, посадочный как бы. Так. Он полетел вниз, скорость 23 тысячи километров в секунду посадки. Открывается то, что называется Supersonic Parachute. Это гигантский из специального материала сделанный парашют, который гасит скорость в условиях очень низкой и разряженной атмосферы. Огромный. Значит, парашют летит, 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 летит. Потом парашют отстегивается. Значит, и марсоход привинчен к специальной посадочной такой, такой конструкции с двигателями, которой... Это использовалось впервые. Которая как раз за, там, я уже не помню, за несколько сотен метров до поверхности, она включается, парашют отстреливается, и она как раз дополнительно тормозит марсоход и начинает вот выбирать с помощью как раз этой поляны с двигателями. Они как раз... Он выбирал место для посадки сам. Анализировал поверхность. Представляешь себе? После чего в 20 метрах над поверхностью этот марсоход на четырех тросах специальных мягко этой парящей площадкой над поверхностью опускался. Он опускается. Тросы отстреливаются, и площадка отлетает в безопасное место. В безопасное место, и там, значит, где-то там бухается на землю, условно говоря. Ну, и вот, в общем, такая сложная очень технология, многоступенчатая технология посадки. Еще в процессе отстреливается теплозащитный контур специальный, который там тоже есть для... Ну, как и при обычных наших земных посадках. Короче, фантастика. Я перебью сейчас вот эту вот твое волну восхищения. Прекрасный анекдот прислал наш слушатель. Рогозин приходит к Путину. Вот, как вы и просили, план канализации Марса. Колонизация, идиот. А я как сказал, канализации. А вы как сказали? Браво. Это чудесно. В общем, поздравляем Американское национальное космическое агентство. С потрясающим этим успехом. Желаем успехов и китайцам в своей марсианской миссии. Ну, а мы ждем 2022 года, когда, может быть, наш Экзомарс, это совместная программа с Европейским космическим агентством, все-таки состоится. Это следующее окно как раз через два года будет. Несколько сообщений еще. Добрый день. Если на Марсе так много машин, мы можем отправить туда экипаж ГИБДД и светофор. И еще один комментарий. Это под видеотрансляцией на нашем канале в YouTube. Сейчас на Марсе начнется война марсоходов. Американского и китайского. Да, да, да. Но, ребят, к сведению, Марс действительно сейчас является единственной планетой, населенной роботами. Роботами полностью. Исключительно. Полностью роботами. Причем там уже довольно приличная и орбитальная группировка всяких спутников, которые вокруг Марса летают. Вот теперь и арабы там болтают. Сейчас они поймут, что им там без нас хорошо, и фиг нас туда пустят. Ты будешь смеяться. В чем еще фишка всей этой американской программы, во всяком случае? В том, что они планируют, у них этот марсоход будет собирать пробы грунта разные, значит, с потенциальными биоматериалами, которые они рассчитывают там найти. И, короче говоря, следующая миссия у них уже планируется, которая полетит. Она этот грунт заберет и отправит обратно на Землю. Прикинь? Нет. Такой как бы заход. Что еще любопытно? Рома из Ярославля пишет. Ну что, ждем, что Роскосмос скажет, что это видеофейк и монтаж, как уже однажды было. Кстати, в свое время у нас была электроника на уровне мировом в 70-х годах. Потом мы стали безнадежно отставать. Увы, чтобы сейчас нам догнать мир, надо работать. Много работать, но общество к этому не готово, пишет Рома. Не общество, не люди, которые занимаются управлением, но один Рогозин что стоит. Господи, это уже просто человек-мем сплошной. И денег нет, кстати говоря, потому что стоимость проекта, американского марсианского, вот этого проекта, 2,4 миллиарда долларов. Он должен проработать два земных года там. Значит, будет изучать геологию Марса, историю его эволюции, искать следы жизни, а также совершит отбор и подготовку образцов грунта для доставки на Землю в будущем. То, о чем я рассказывал. И, соответственно, еще только расходы на первый год работы миссии оцениваются в 300 миллионов долларов. Ничего себе. А это, условно говоря, примерно половина бюджета Роскосмоса. Это только одна миссия. А у них сколько? Потому что они еще половину стоимости функционирования МКС, я напоминаю, оплачивают и собираются с МКС сваливать довольно с 2024 года. У нас, на самом деле, есть тоже удивительная новость, связанная с высокими технологиями. Я сейчас ее расскажу. Успеешь. Тоже прорыв. Анекдот, прости, связанный с этим, но на русскую действительность. Слышал? Американцы посадили новый марсоход. За что? Ребята! Господи, как же все это печально. Давай. Минута у тебя на новость. Российские военнослужащие, станут использовать пластиковую посуду. Фляжки и кружки вместо алюминиевых. Я поздравляю вас, ребята. Это прогресс. Наконец-то. 2021 год. Об этом сообщил начальник управления департамента ресурсного обеспечения Минобороды Сергей Нихельман. С давних пор котелки, ложки и фляжки у наших солдат были алюминиевые. В экипировке солдата будущего, под названием «Ратник», каждый грамм навес, а тут мы все это старое навешиваем, так еще и кружка громыхает при движении. Сегодня изменится это. Кружка больше не будет громыхать. У нас полностью пластиковая посуда, фляжка и кружка, рассказал он. Поздравляем вас, товарищи. Ура, товарищи. Ура. Друзья, Виктор Набутов, Дарья Гордеева. В следующие полчаса у нас очень интересные гости. И мы с вами подробненько поговорим, вы не поверите, про чай. Всех любителей этого дела, к которому, например, являюсь и я. И про 23 февраля, кстати. Тоже, да. Готовьте вопросы, через пару минут мы продолжим. Виктор Набутов, Дарья Гордеева. Так, ну и, друзья, я напоминаю, что те, кто смотрит видеотрансляцию в YouTube на нашем канале, теперь мы, чтобы вы не очень сильно скучали тут без нас, общаемся с вами в наших специальных таких музыкально-рекламных паузах. Как-то недовольны слушатели сменой в армии посуды с алюминиевой на пластиковой. Пишут, пластиковые кружки дали, что деревянные автоматы. Ну и большое количество восхищения от наших слушателей по поводу при марсианивании очередного лунохода, который мы наблюдали. Сейчас Виктор Кириллович заводит наших гостей. Я напомню, что буквально через несколько минут речь пойдет про чай. И пока Рома из Ярославля пишет анекдот про «Посадили марсоход, сделал мне утро», мы только на это сейчас, увы, и способны. Ну и много гневных, очень всяких выражений в адрес Роскосмоса. И, Витя, вот у тебя спрашивают, как ты считаешь, будут ли сегодня отчитывать Рогозина за то, что у нас никаких похожих достижений не наблюдается? — Нет, конечно, а что? Почему? — Прости, я читаю тебе то, что пишут слушатели. — Рогозин — это необходимый, я думаю, громоотвод. Такие люди как раз максимально долго держатся на своих постах. Зачем они? Ну хорошо, посадят, будет вместо Рогозина кто-то следующий. Это что, одномоментно изменит ситуацию в управлении нашей космической отрасли в данном случае? Конечно, нет. Мы безнадежно отстали. Все, космическая гонка проиграна. Мы даже не вторые уже, мы уже третьи. Потому что китайцев не догнать. Это же накопленный эффект идет. У нас накопленный эффект отставания, а у них прут вперед. Вот и все. Это не за год, не за два, не за пять, не за десять лет невозможно реализовать. Более того, у нас еще и финансовых возможностей не так много. Только международная кооперация. Кстати, именно поэтому буквально несколько дней назад появилась информация, что мы срочно нас вытурили из лунного проекта, с международного. И мы заключили пока рамочное соглашение с китайцами о разработке собственной нашей совместной лунной станции. Ну, окей, какие-то технологии наши пригодятся там, наверное. Тем более, что китайская программа тоже в значительной степени базируется на советских разработках. То есть нам проще интегрироваться друг с другом. Вот. И, ну, вот это шанс. На мой взгляд, это разумно. Ну, плюс вот есть несколько проектов, которые мы реализуем с Европейским космическим агентством, в том числе программа «Экзомарс», наш марсианский аппарат совместный, который в 22-м году должен в следующее окно полететь. Только так. Да, друзья, я напомню, что ваши комментарии вы также можете оставлять под видеотрансляцией. Ну, а мы возвращаемся в эфир. Друзья, еще раз доброе утро. Программа «С приветом, Набутов», Виктор Набутов, Дарья Гордеева. Я напоминаю, что в 9 часов утра традиционно в студии появится Николай Карлович Сванидзе, с которым мы будем подводить итоги недели. Несмотря на то, что сегодня у нас не последний рабочий день, я напомню, что завтра «Серебряный дождь» работает, и у нас идет вещание в обычном рабочем режиме. Ну, ребят, я обещал, накануне мы даже делали несколько постов по этому поводу, потому что у нас в гостях сегодня вот в эти 20 минут очень интересные люди, наши очень давние друзья радиостанции «Серебряный дождь», с которыми мы дружим и сотрудничаем по части сувенирной всякой продукции. Но вдруг неожиданно Наташа Эдуард, во-первых, доброе утро, и замечательная компания, которая называется «Сугирев». Верно. Да, а вдруг реализовали совершенно потрясающий чайный проект, посвященный русскому чаю. Вот у нас идет трансляция в интернете на silver.ru, на ютубе, вы можете посмотреть, но это просто произведение искусства, то, что вы делаете. Честно говоря, это, я даже не знаю, как это, это лучший подарок на 23 февраля, я могу так сказать? Можно так сказать. Ну, просто это достойный, достойный заменитель носков и на 8 марта. И на все другие случаи жизни тоже. Потому что, ну, носки-бритвы мы не рассматриваем, условно говоря. Ты их так списал, интересно. Ну, ладно, ладно. Замечательный подарок тоже. Поближе. Согласен. Да, но что обычно? Обычно еще бутылки мужикам дарят. Мне кажется, что это уже не модно и не актуально. Сейчас там ЗОЖ, может, и так далее. А я как фанат чая, я когда вот увидел то, что вы делаете, не только потому, как это сделано. Да, это же, ну, сразу видно, что вы профессионалы в сувенирке. Да? И в брендинге тоже. Ну, проект так и начался, то есть по поводу бутылки. То есть когда-то была подарена бутылка некоему знакомому в Польше, вот, который сказал, что у вас, наверное, кризис сувенирной продукции, потому что вы дарите постоянно бутылки, водку или шоколад, Аленка и так далее. Почему полякам водку давить довольно странно? Они претендуют на это как бы на первенство. Ну, да, да, да. Ну, в общем, прозвучала фраза, что у вас кризис с сувениркой. У нас на самом деле с моим партнером Николаем Шумковым был уже на тот момент, 15 лет существовал проект, который назывался Dreamcatchers, это бреннинговое агентство, и мы делали марки. Вот, и мы решили, ну, раз мы делаем бренды для других, то почему бы не сделать марку для России, которой бы гордились бы все, и которая бы стала альтернативой водки, селедки и так далее. Вот, и когда стали анализировать, чему посвятить проект и как формат проекту выбрать, мы вышли на тему чая. Почему? Потому что, ну, это единственный напиток, по сути, как оказалось, который объединяет абсолютно всех. И русские, и украинцы, и чукчи, и чеченцы, любая нация, проживающая на территории России, а их 198, согласно Википедии, этнокультурных групп, пьют чай. Кто-то с солью, кто-то там с мхом на северах. Но это чай. И мы поэтому ушли в чай, потому что нам показалось, что этот проект, это напиток, который объединит всех. На тот момент мы об этом ничего не знали, постепенно вникали в тему, сами ей очаровывались, и в итоге сегодня вот тот проект, который вы видели, чай, посвященный России как таковой, чай по-кубански, чай по-сибирски. По-аински. Вот, ребят, просто посмотрите, как это выглядит. Ну вот это просто башнесносительная история. Мне сложно описать это. Хумидор, знаете, такой сигары хранить? Вот это то же самое, только для чая. Здесь еще, насколько я понимаю, традиции у вас. Как этот рисунок наносится? По-разному наносится, либо выжиганием, либо фотографией. Зависит от коллекции. А коллекции тоже их получается у нас уже несколько. Начали мы с какой-то русской коллекции, которая делает обзор России целиком. А в этом году у нас выходит сразу три серии. Одна весьма, наверное, уникальная по всем параметрам – это набор, посвященный истории создания еврейской автономной области, ЕАО. Почему вы начали именно с еврейской автономной области? А потому что на одной из выставок к нам подошли ребята замечательные из ЕАО Николая Хроменко, парень, который занимается медом на протяжении долгих-долгих лет. Со своей супругой замечательной Алиной сказали, что очарованы проектом и жаль, что у нас в ЕАО нет ничего, что могло бы быть интересно за пределами ЕАО. И тут я вспомнил разговор с бабушкой своего согруппника по Нижегородскому инъязу, которая замечательно говорила на немецком английском. Я спросил, как вы в вашем возрасте владеете хорошо языками, ведь в Советском Союзе особенно никто никого языкам не учил. Она сказала, что я росла, ну я закончила школу во времена расцвета Биробиджана, когда на улицах слышалась испанская речь, когда вдоль реки Биры гуляли дамы с парасольками. И у меня немецкий преподавала немка, английская англичанка. И вот она рассказала историю расцвета Биробиджана, который длился лет семь, потом, естественно, всех репрессировали, но это факт был. История настолько была интересная, что, да, а эти ребята, ну они, в принципе, что-то об этом тоже, конечно, слышали, но даже выяснилось, что и в Биробиджане там детали каких-то не знают за пределами Биробиджана. Тем более, и раз у нас проект посвящен России как таковой, мы решили под лупой рассмотреть несколько регионов. Начали с ЕАО, как одного из самых, может быть, непонятных регионов, за созданием которого стоит великая история. Второй набор это КМНС, коренные малочисленные народы Севера, которые мы сейчас тоже уже завершаем, которые мы сделали совместно с общинами Нивхов. Вот Наталья расскажет побольше, она этим проектом занималась. Я тоже не знаю, что начать. У меня две коробки. Вот одна вот эта новая серия еврейская в темном дереве, а другая в светлом дереве, это как раз народы Севера. Ребят, зайдите на канал Серебряного Дождя в YouTube, посмотрите видеотрансляцию, да, там все очень хорошо видно. Наташа, сейчас секунду, я просто пытаюсь еще обрисовать, мало того, что это вот как хумидор, это значит такая деревянная, очень красивая выжигание. Это тоже, в общем, один из наших таких любимых видов со школы искусства. Это очень все круто сделано, это такой чайный хумидор. И внутри несколько разных, это девять штук, да? Девять героев. Девять героев. Значит, вот смотрите, я насколько понимаю, это же вы не просто рассказываете про народы Севера, есть и прямая привязка к чаям, которые внутри находятся. Конечно. Это же разные смеси. Летом мы звонили, я разыскивала и по интернету, и всякими другими способами представителей каждого из этих народов, вот, общалась с ними, узнавала рецепт, показывала, правильно ли прорисован тот или иной персонаж. Так. Посмотрите, пожалуйста, на боковинках качество рисунка. Я пытаюсь, сейчас я достаю. Некоторые рисунки пришлось изменить после того, как мы получили какие-то замечания, в частности вот сиамского рыбака, мы немного перерисовали. Вот. Сейчас, 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 сейчас. Представили все это в сентябре на выставке «Сокровище Севера». Такая замечательная выставка проходила в Сокольниках. Получили обратную связь, опять получили кое-какие замечания, доработали. И вот в таком виде уже готовый, фактически, концепт этого проекта. Значит, но все-таки чаи здесь же не те, которые на северах выращиваются, они же там не растят. Просто в чем, как бы, в чем фишман? Ну, дело в том, что вообще русский чай, как таковой, это что-то, что существует в сознании, но не все понимают, о чем вообще речь. Русский чай, это, ну, существуют три чайные культуры. Традиционно, это Китай, Индия, где потребляют листья камелии синенсис, то есть чая, собственно, в различном виде. И понимают, чем отличается чай с севера, чай с юга. Вот. Европейская традиция, где потребляют, скорее, тизаны. Это просто травки-муравки, собирают полевые, пьют и радуются. Ну, особенно тютки. А мне казалось, что это всегда у нас. А русский чай, у нас-то тоже все это есть, но русский чай, как феномен, он возник во времена Великого Чайного Пути, когда на сто лет раньше, чем английские клиперы стали возить чай морем в Европу, через Монголию, из Китая, через город Кяхта, где, по сути, чай пересекал границу, да, и 10 тысяч километров вплоть до Европы чай тащили по сухопутным путем. Ну, естественно, он стоил денег неприличных. 200 грамм чая стоило, как сруб избы деревенской, есть прейскуранты, да, сохранившиеся с тех времен. Соответственно, наш народ стал, ну, и не только это, то есть простолюдины, в принципе, его не пили, даже люди состоятельные, туда добавлять малинки, яблочки, то есть, чтобы чаем можно было наслаждаться больше. Смородинку, да, русский чай, это в традиционном понимании, это купаж черного чая прежде всего. Кстати, почему черного? Потому что зеленый, он бы сгнил пока. Ну, обжаривался, который, да, высушился. Который обжаривался, ему было проще путешествовать через всю нашу великую страну. И вот чай с этими ягодками, муравками, травками является русским чаем. Но у нас есть какие-то купажи классические, то есть, чай плюс травки, есть, конечно, просто травки. Что касается северов, то никто не говорит, что, то есть, русские говорят, чай не имеют в виду растение чай, камелия синенсис, имеют в виду напиток. Вот, поэтому на северах, конечно, там какой-нибудь багульник, чашелистики, там, морожки. Чага, ну и так далее, и так далее. И мох, да, то есть, это, по сути, чаи, сборы из тех немногих растений, которые колосятся по тундре. Красника с сахалина тоже хороший пример, как эндемик. Ага, я что хотел сказать. Вот смотрите, ребята, у меня, вот еще раз я открыл хомидор. Это у нас что такое? Это вот народы севера как раз. Девять штук. Это, на самом деле, большой культурологический проект перед вашими глазами. Это очень круто. Это просто, ну, я давно не встречал такого эстетически круто сделанного российского продукта. Это продукта. Сразу видели суть. Да, именно так. Я вот, смотрите, значит, первое. Тут девять коробочек. Каждый посвящен одному из купажей чая, принятых в этой культуре. Да, вот смотрите. Все верно, да. Севера, значит, что у нас? По-нифски, по-юкагирски, по-евенкийски, по-айнски, по-хантыйски, по-нинецски, сами-стайл, понятно, по-нанайски и чукчи-стайл. Как же без них? Да, сколько я понимаю дальше, вот каждая коробка — это произведение искусства, на самом деле. Или там, не знаю, историографии. Ее нужно разглядывать, рассмотреть. Культурологический экскурс. Читать. Значит, смотрите, что у нас здесь. То есть это, насколько я понимаю, одна часть — это узоры и ткани, которые свойственны этой культуре, да? Смотрите, что касается узоров, ну, мы не могли, конечно, отрисовать узоры там на каждую нацию. То есть это спорадически достаточно взятые узоры. Но они так или иначе принадлежат российской, то есть это российские ситцы различные. Откуда взялся этот прием? Он связан с традицией, ну, которая, в свою очередь, вытекает из нужды элементарной. Когда в семьях крестьянских одежда не выбрасывалась, хранилась, и когда рождался очередной малыш, из вот этой старой изношенной одежды вырезались лоскутки и то, что сейчас называют пэтчворком, да, то есть делались такие вот одеяльца. И одеяльца, сшитые из крохотных лоскутков, играли роль оберега. Вот, вот эта традиция существовала, ну, и поскольку проект у нас такой любимый и сделанный с любовью, мы вот эту любовь, которую когда-то родители, соответственно, воплощали, соединяя чудесные узоры одежек разных, мы этот прием перенесли. Поэтому у нас лицо упаковки выполнено в стиле пэтчворк, то есть это лоскутки различных ситцев, часть из них отражает эти ситцы, мотивы, те ингредиенты, которые внутри того или иного купажа, часть они произвольные. Вот, на боковинах, на боковинах, на боковинах упаковки изображены костюмы, костюмы, самовары. Это лицо, сбоку, значит, ниф староста, вот у меня нифский, да? С кратким описанием каждый раз. Да, именно, и его традиционный костюм. Элементы костюма, зимний халат, юбка, передник, коски, копор, сапоги, варежки, деревянная трость, нож, сумка, кошелек, необходимые, как бы все это еще и атрибуты старости, здесь еще такая целая, ну, костюм отражения социального статуса, тут целая история. С другой стороны, я понимаю, у Асадии... Русские самовары просто. Понятно, что не нифский, естественно, но вся отдельная история, это гаджеты, из которых пьют чай, это целая отдельная самоварная культура, исконно наша, вот здесь, например, чай тульского производства, значит, тип походник, самовар-походник. Лучшие образцы мы отобрали, да, и в коллекции их представили. Фабрику основал Антон Михайлович Рязанский в 1879 году в самоварной столице России Туле. Шесть лет работы в фабрике выпустил несколько уникальных по фасону самоваров, которые сегодня высоко ценятся среди коллекционеров. Вот видите, чай, который можно читать. Мы встретились с одной замечательной дамой на выставке, она тут же выдала это определение. Другая дама назвала нас «Чай со смыслом». Третья чай для беседы. Но вы абсолютно правильно сказали, это сердце проекта, это не только чай, это больше, чем чай, это чай с историей, чай с историей чаепития в России. И если развивать вот эту тему, то я с удовольствием всех могу пригласить в наше новое красивейшее пространство. Расположено, это шоу-рум, расположено по адресу Милютинский переулок, дом 10, это центр Москвы, в историческом особняке XIX века с красивейшими стенами из кирпича, где мы будем устраивать, ну можно назвать это старомодным, а может быть новомодным словом лектории, и рассказывать в том числе об истории великого чайного пути. Первая лекция будет 25-го, естественно, с дегустацией. У нас замечательный спикер, это Иван Соколов, который о чаю знает все. Этот человек посвятил более 16 лет истории изучения чаепития в России, чайный бизнес, реклама чая в XIX веке. Сами китайцы к нему обращались несколько раз, чтобы книги были переведены на китайский язык. Так что все подробно расскажем, покажем. Более того, у нас там вот стоят две ширмы, одна посвящена как раз героям Великого Чайного Пути, а вторая вот этим замечательным персонажам, которых вы рассматриваете, этногероям Нивху, Саами и так далее. Это вариант у вас в руках вот новогодней такой кастомизации. С наикрутейшими девчонками, ой, это что такое? Слушайте, это основной именно русский чай с костюмами, с национальными костюмами. Вот Вологда, например, вологодский костюм Мещанки, Сарафан, Косоколина, Распашной, придает женской фигуре стройности впечатлять, Душегрея, Кокошник, With Raspberry and Currant, с малиной и листом смородины, например. Вот Эдуард употребил красивое слово «тетки», вот французские дамы, переведу с русского на французский, обожают как раз такие сборы, то, что они называют тизаны. Мы очень любим вот и иностранцам все это показывать, рассказывать. Кстати, до пандемии успели съездить в Берлин на «Зеленую неделю». Старообрядки Алтая, обалдеть, я сейчас читаю, это как раз интересная мне тема, самый церковный раскол наш с шарообразным гладким самоваром. Летом познакомились с такой замечательной дамой, Раиса Чугудинова, она как раз возглавляет там один из музеев, и ее внучка прочитала нам сказку старообрядцев алтайских. И вообще мы сейчас закончили фактически собирать сказки для основного набора, так что рано или поздно озвучим наши чаи, обязательно это сделаем. Слушайте, бомба, знаете, цыганский чай, русский цыган. Друзья, я напомню, Наталья Штыкало и Эдуард Хатуев, проект «Сугрев» в эфире «Серебряного дождя», видеотрансляция на нашем канале в YouTube. И для тех, кто смотрит трансляцию на канале «Серебряного дождя» в YouTube, я напоминаю, что мы продолжаем работать в эфире специально для YouTube. Напоминаю, что обсуждаем чай, у нас очень много... Витечка, ты ничего, что ты параллельно сейчас идешь в YouTube, да? Виноват. Я напоминаю, что мы говорим о чае, и вопрос вот такой от наших слушателей к гостям. Очень много, нам очень много пишут именно про Иван-чай. И вот, например, есть такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, действительно ли Иван-чай настолько полезен, или это просто вкусовая добавка к обыкновенному чаю, потому что моя бабушка каждое лето выезжает за город, собирает Иван-чай, высушивает его, а потом с удовольствием зимой пьет. Вот про полезные свойства. С приветом, Набутов. Так, сейчас рассказали про Иван-чай, ребята, для наших зрителей на YouTube. А это давайте, подключайтесь к YouTube. Ну, уже это было, да, именно так. Я сам занялся выращиванием Иван-чая в этом году. Мне вообще нравятся чаи травяные, не зеленый чай, ну, или черный, как его, так сказать, тоже на самом деле зеленый, а именно травяные, потому что не такая тонинность, не такая тонинность и не такая стимуляция как бы нервной системы происходит там. Потому что мы знаем, что чай на самом деле... Мощный стимулятор. Еще более мощный, чем кофе, просто по-другому немножко действует и не обладает таким абсорбирующим влагой свойством. Это не все. Я вот этого не видел. Ладно, здесь чаи. Это же жесть, правда же? Это жесть. Как она есть? Слушайте, ну мы все знаем, да, вот эти у нас... У меня, например, годами хранятся эти коробки из-под печенья и всяких разных... Металлические, жестяные... Англичане этим всегда славились, да? Любили. Любили. Вы сделали то же самое, значит, это... Вот, например, у меня по-вологодски вкуснейшая, жестяная, розовая, потрясающе оформленная баночка в руках. Что вы... Что они, значит, гады сделали? Вот смотрите. Вот я показываю... Ой, извините, у меня наши гости замечают. Это комплимент. Когда я говорю гады, это всегда комплимент. Я и про американцев, про нас тоже говорю гады. Эти гады сделали и выпить, и закусить. Слушайте, я вообще такого не видел. Как у вас идеи вообще рождаются? Значит, это баночка жестяная с чаем, по-вологодски, с малиной и смородиной. Пахнет вот все натурпродукт. С ароматом удивительным. Все натурпродукт. А отдельно в крышке еще, как я понимаю, набор каких-то леденчиков, да? Леденцов. Из морожки еще есть, из смородины, из мяты. Ребята, у меня реально эстетический оргазм. Несчастливые. Мы вообще счастливы, что такие люди есть в нашей стране. Боже, простите, мы сейчас выводим из эфира. Про коробочки. На самом деле, ну понятно, что жестяная коробочка, вроде как, до нее додумываться особенно не нужно. Понятный формат. Но навела нас на мысль о необходимости жестяной коробки. Коробочка чая Кузьмети. Это русский чай, выпускаемый во Франции. Франция – страна, с которой мы дружим. Так получилось. И это единственная страна Европы, которая знает, что такое русский чай, благодаря марке Кузьмети. Это Кузьмичевы, купцы, чай-торговцы, которые вывезли ее когда-то туда. Вот. Затем марка была продана французам, затем китайцам. И вот этот русский чай, чудесная икона Кузьмети, превратился, к сожалению, в весьма посредственный продукт. При этом продающийся в чудесных баночках, выглядящий замечательно. Ну, как обычно. Стоящий с таким ценником. Ну, в общем, нам до него очень далеко. И мы решили, ну почему же вот псевдо, по сути, русский чай, на рынке, там, в Европе существует, он в жесте, он выглядит на 5 с плюсом. Как нам сделать на 6 с плюсом? И мы придумали, соответственно, вот эти наши чайные коробочки замечательные, овальные, с крышкой, которая сама является банкой. Такого действительно нет. И поскольку в России часто чай пили в прикуску, ты пьешь чай и кусочек сахара кладешь в рот. Мы поэтому в двух форматах выпускаем этот продукт. В одном случае мы кладем леденцы какие-то из натуральной патоки в крышечку. В другом случае как раз кусковой сахар кладем, маленькие кусочки сахара. И вот, к сожалению, у меня этого кузьмите нет, но сейчас понятно абсолютно, что вот эта икона чайная русская, мы ушли с точки зрения эстетики, как минимум, и концепции продукта гораздо дальше. Осталось только этот чай еще и в Европу поставить. А это все полностью из ИБА, это все вот здесь производство полностью? Все в России. Шкатулки в Нижегородской области делаются, леденцы из Сибири едут, баночки делаем в Рязани. Ну, то есть все наше российское, кроме камелия синенсис, китайского и индийского чая, который у нас зараза не растет. Ответьте на вопрос по поводу русских чайных церемоний. Самовары — это отдельный разговор большой. Можем вернуться. Приходите всегда рады, потому что это отдельная интереснейшая тема. У меня у самого нет нескольких самоваров, не буду сейчас даже ее касаться. Короче говоря, вопрос следующий. Почему в России пили чай из блюдечек? Купчихи знаменитые. Чай в прикуску, чай в прилиску и остывал быстрее. Остывал быстрее. Конечно, да. И пили по шесть, по семь стаканов, потом говорили шабаш и всякие другие слова. Я думал, шаббат. Почти. Так тоже говорили как раз в Бербиджане. Русские же люди удивительные. Нам все надо трансформировать. Если для китайца чай — это прежде всего просто напиток, для японцев — это церемониал, для англичан — это этикет. Для нас это задушевная беседа, для нас это обязательно общение. Именно так. Конечно, для нас это повод поговорить. Очень интересно, недавно прочитала факт про крестьян. Если православные крестьяне вынуждены были молчать за обедом и ужином, то во время чая разрешалось говорить. Поэтому все обожали гонять чай. И много русских пословиц на эту тему. И беседовали, и закусывали, и бублики, баранки, и все остальное. Пожалуйста, общайся сколько хочешь. Поэтому чаевничали русские очень много. Утром, днем, вечером стоит почитать классиков, вспомнить, сколько раз. Слушайте, спасибо. Да, спасибо вам огромное. Мы ждем вас с удовольствием. Еще приходите, пожалуйста, в гости. Очень интересно. Попьем чайку, погоняем. Друзья, я напоминаю, что через несколько минут в нашем эфире появится Николай Карлович Сванидзе, Наталья Штыкало, Эдуард Хатуев. Проект Сугрев были в гостях у Серебряного Дождя.